Силогенела. Силогенела травянистое споровое растение, которое относится к семейству плауновых. Она не является ни цветковой культурой, ни папоротником. Это представитель плаунов, которые считаются более древними, чем папоротники. В дикой природе Силогенела встречается в южной части США, Мексике, Южной Африке. По сути, она не является комнатным растением, поскольку плохо переносит недостаточную влажность. Это оригинальная культура с изящными резными листочками, которые напоминают увеличенный в несколько раз мох. При желании выращивать у себя дома Силогенелу, нужно придерживаться определенных правил по уходу. Род насчитывает более 700 видов. Для домашнего разведения используют лишь некоторые виды Силогенелы. Мартинса безножковая, вильдинови, чешуелесная, швейцарская, крючковатая. Силогенела капризное и недолговечное растение. Но ухаживать за ним не так сложно, как может показаться, если соблюдать определенные правила. Растение не любит яркое освещение. Ему подойдут северные окна, искусственный свет. Также вазон можно разместить на южной и восточной стороне, но его придется притенять от солнца. Если цветку совсем темно, его листья будут терять яркую окраску. Сезонные изменения освещения культура переносит нормально, поэтому в дополнительной подсветке она не нуждается. Стоит избегать мест, где проходят потоки воздуха. Сквозняки пагубно влияют на Силогенелу. Корни плаунка развиваются поверхностно. Они не вырастают сильно в длину. Поэтому вазон не должен быть слишком глубоким. А вот диаметр должен быть достаточно большим. Зелень растения заполнит его полностью. Из материалов лучше подойдет керамика. Дно должно быть с дренажными отверстиями. К горшку потребуется подон с высокими бортиками. В нем выстилают влажный сфагнум для поддержания высокого уровня влажности. Но Силогенелу выращивают не только в горшках. Ей подойдут широкие плошки бонсайницы, кашпо, флорариумы, тропические бутылки. Растению требуется легкая, рыхлая почва, которая обладает хорошей пропускной способностью влаги и кислорода. Уровень кислотности должен быть нейтральным или слабокислым. Подходящий состав состоит из садовой земли, дерна и торфа в равных частях. Чтобы сделать субстрат более рыхлым, добавить в него сфагнум, измельченную золу. Перед использованием его лучше обеззаразить или пропарить. Можно купить готовую смесь для бегоний и санполий. Она подойдет и для Силогенелы. Плаунок не переносит частых пересадок. Если возникает необходимость, его можно пересаживать раз в два года. Лучше проводить процедуру весной. Процесс пересадки состоит из нескольких этапов. За сутки до пересадки нужно полить растения, чтобы не развалился земляной ком и корни не повредились. Насыпать в горшок дренаж слоем 2-3 см. Сверху насыпать грунт на 3 четверти емкости. Бережно извлечь Силогенелу из горшка, осмотреть корни. Поместить в новый горшок. Пустоты засыпать субстратом. Полить и на несколько дней накрыть пленкой. Дома выращивают только теплолюбивые виды Силогенелы. Независимо от сезона, температура в помещении не должна быть меньше 18 градусов. Летом держать ее на уровне плюс 20-23 градуса. Если в помещении жарко, лучше найти для вазона более прохладное место. Влажность воздуха должна быть не ниже 65%. Рекомендуется систематически опрыскивать Силогенелу. Повышать влажность можно любым способом. Для поддержания постоянно высокой влажности допускается выращивать растения во флорариуме в бутылочном садике. На дно укладывают влажный сфагнум, керамзит. Для содержания растения в таких условиях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха. Поливать растения требуется обильно и регулярно в течение года. Поливать можно сверху или лить воду в поддон. Вода должна быть комнатной температуры, отстоянная. Если брать воду непосредственно из-под крана, это плохо отразится на внешнем виде плаунка. Почва в горшке не должна быть сухой, особенно средний слой. Часто вместо полива используют погружение горшка в тазик с теплой отстоянной водой. Туда же можно добавить удобрения. Растение возьмет столько воды, сколько нужно. В период вегетации с марта по сентябрь селогенела нуждается в регулярных подкормках. Молодые экземпляры удобряют один раз в месяц. Лучше использовать жидкие составы для лиственных культур с азотом. После первой пересадки подкормки стоит проводить 2-3 раза в месяц. Дозировку следует делать в 2 раза слабее, чем указано в инструкции. Вносить удобрения можно только после полива почвы, чтобы не обжечь корни. Обрезка. Обрезать селогенела нужно только тогда, когда она постареет и потеряет свой декоративный вид. Удалению подлежит половина длины стеблей. Такая процедура способствует росту боковых побегов и отрастанию спящих почек. В естественной среде плаунок размножается спорами. В комнатных условиях чаще используют черенкование и деление куста. Деление куста. Его проводят во время пересадки растения. Для этого нужно аккуратно отделить от корней части с побегами длиной около 5 см. Их рассадить в горшочки с влажным торфом по 3-5 штук. Накрыть деленки пленкой. В течение 7-10 дней обеспечить максимально высокую влажность. После укоренения пересадить деленки в горшки с подходящей землесмесью, как для взрослых растений. Черенкование. Стебли не короче 3 см уложить на поверхность почвы. Нижние концы слегка присыпать. Сверху черенки накрыть пленкой или банкой. После укоренения пересадить в отдельные емкости с подходящей почвой. Силогенела – тропическая культура, которая при правильном уходе может выращиваться в комнатных условиях. Если запастись определенными знаниями и терпением, можно долго любоваться у себя дома ажурной зеленью, которая напоминает папоротники, хвойники и кораллы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова